Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светланы Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новосибирская область. Новосибирская область. Главы районов Новосибирской области возьмут на особый контроль обеспечение бесперебойной работы объектов энергетики и ЖКХ в связи с морозами. С таким поручением обратился губернатор региона Андрей Травников. Напомню, накануне в результате аварии в поселке Октябрьском Машковского района без отопления остались жители микрорайона. Морозы еще продолжаются. Как видите, синоптики с каждыми сутками корректируют прогноз. Прогноз неблагоприятный. Крепкие морозы еще будут несколько дней. Поэтому, конечно же, просьба повышенной готовности в понышенном внимании заниматься вопросами функционирования коммунальной инфраструктуры. Ну и вот на примере Машковского района рекомендую отдельно обратить внимание на такие вот замкнутые жилые комплексы. Продолжение следует... Время реагирования до самой дальней точки не более часа. Водителю помогут добраться до ближайшего теплового места и эвакуировать автомобиль в теплый бокс. Обратиться за помощью можно по единому номеру 112. Однако, как сообщают синоптики, в регион идет потепление до минус 17 градусов. Самым теплым днем недели станет среда. Контроль над огородами. Не первый год в Первомайском районе жители садового общества устраивают баталии, выясняя, кто же должен стать председателем. Сегодня это не просто общественная нагрузка, это выгодный бизнес. Александр Попов выслушал стороны конфликта. Дачное общество золотое, но для многих дельцов фактически контроль здесь только общественный, а суммы набегают весьма приличные. К примеру, в волне Первомайского района около 1200 участков, а ежегодные сборы составляют от 10 до 15 миллионов рублей. Здесь нет стройнадзора, муниципальных инспекций или государственного аудита, только надзор самих соседей. Как вот эта дорога 30 лет была, она так осталась. Сейчас ее вообще не чистят. Ну а дальше зависит от инициативы активистов. В волне, как могут, проводят бухгалтерские проверки. Ну мы узнали, значит, что какой-то женщине ИП Коновалова перечисляются деньги, большие суммы. Стали интересоваться, что это за ИП, выяснилось, что это жена председателя. Но годовые сборы – это еще не весь возможный доход руководства. Добавьте еще и взносы целевые. И по моим данным, за 2018-2022 год было собрано около 15-19 миллионов рублей на восстановление системы поливочного водопровода. Однако, к сожалению, на период лета 2022 года поливочная вода у нас так и не появилась. Зато есть частные трубопроводы, на которых тоже можно заработать. Право на подключение к нескольким председатель, даже не имея никаких правоустанавливающих документов, успешно продает. С ним переговорил, он сказал, я оплатил председателю 140 тысяч рублей, и он мне разрешил дать врезку. Потрачено было 3 миллиона 600 тысяч на строительство этого водопровода. Я должен был это при каждой врезке получать, то есть возмещать себе нанесенный ущерб. Ну а с несогласными в волне есть свои методы. Когда вырубили 380, почему-то подстанция стала в три раза показывать большее потребление электроэнергии, чем мои счетчики на территории. Мне зачем-то обрубили ветки на елях, которым уже больше 30 лет, на моей частной территории, проник охранник. Но еще более удивительно меняются официальные документы. Так, для избрания нового председателя проголосовать по отчетам должны 1200 участков. А вот когда выборы нужны самому руководству, число собственников уменьшается в два раза. Подали исковое заявление в Первомайский районный суд с требованием признать решение недействительным в связи с тем, что не было кворума. И вот в судебное заседание его адвокат представил документы о том, что на текущий момент у нас количество членов 600. Сам председатель отказался прокомментировать претензии жителей на камеру, сочтя их выдуманными и не стоящими его времени. Однако в ближайшее время их обоснованность будет решать полиция и суд. А журналисты ОТС будут следить за развитием событий. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. Социально значимые услуги будут доступны жителям Новосибирской области на портале Госуслуг. Сегодня о цифровой трансформации говорили на оперативном совещании с участием губернатора Андрея Травникова. Плюсы очевидны исключения очных визитов в органы власти и экономия времени. Более 80% жителей Новосибирской области имеют подтвержденные учетные записи на сайте. Через него проводят оплату штрафов и пошлин. За этот год на 2 миллиарда рублей. Но сервис явно требует развития, подчеркнул губернатор. Не по всем услугам у нас так все хорошо и идеально. Это раз. Второе, мы все люди и быстро привыкаем к хорошему. Поэтому очень важно темпы цифровой трансформации не снижать. Сегодня руководитель профильного министерства заверил, что в следующем году портал Госуслуги ждут серьезные изменения. Цель перейти с базового уровня на так называемый продвинутый. Во-первых, это расширение числа услуг, доступных в проактивном, беззаявительном режиме и с электронным результатом предоставления. Во многом технологически это станет возможным благодаря внедрению мобильного приложения Госключ, которое позволит гражданам подписывать документы своей электронной подписью. Второе, это развитие суперсервисов. Предполагается комплексное оказание услуг в рамках жизненной ситуации. Мы знаем с вами суперсервисы. Поступление в ВУЗ онлайн, в госуслуги авто. Аналогичным образом планируется внедрение сервисов по рождению ребенка. Что посеешь, то и пожнешь. Профессиональный праздник отметили аграрии Ордынского района. На дне работников сельского хозяйства подвели итоги уходящего года и наградили почетных сотрудников. На праздники побывала Юлия Алиханова. На входе гостей приветствует ярмарка, где можно попробовать дары ордынской земли. Тыквы, помидоры, огурцы – все продукты вырастили на своих участках школьники. Ульяна Горлачева этим летом занималась тыквой. Говорит, новый опыт понравился. Теперь знает все тонкости, чтобы бахчевая уродилась сладкой. Выбирать семена мне помогала мама. А так, подготавливала землю, я высаживала, я поливала, рыхлила и половала тоже я. Тыкву желательно поливать два раза в день, утром и вечером. Следить, чтобы ее не побил мороз. Собирать вовремя урожай, потому что если наступят холодные времена, то ее может побить и она завянет. С хлебом, солью и народными танцами приветствуют тружеников полей и ферм. Сельское хозяйство – основная отрасль Ордынского района. Зерно, молоко и мясо. В профессиональный праздник подводят итоги. В этом году получен очередной раз рекордный урожай. Мы одинаково сегодня поддерживаем и малые фермерские хозяйства, и семейные фермы. И у нас очень активно пользуются и грантовой поддержкой. Это сегодня основная отрасль района, район сельскохозяйственный. И это не только переработка зерна. То есть сегодня переработка и молока, и мяса. Отличившихся награждают почетными грамотами и памятными подарками. Лидером по показателям стал племзавод «Ирмень», на котором ежедневно трудятся больше тысячи человек. Сегодня он занимает лидирующее место по производству молока среди самых крупных сельхозпредприятий России. Однако это не единственное направление племзавода. По области взяли наибольший намолот – 72 тысячи тонн. То же самое и по молоку. У нас на данный момент в области самый высокий надой на фуражную голову. Также поголовье у нас увеличилось до 3850 – это вдойного стада. В этом году мы продолжили наше новое направление. Уже четвертый год мы продолжаем это овощеводство. Значит, у нас начали мы с моркови первые два года, потом свекла появилась, и в этом году еще картофель. В этом году появилось и новое направление – технические культуры. Открыт завод по переработке масленичных культур. Результаты этого года показали – сельское хозяйство района уверенно стоит на ногах. Юлия Алиханова, Сергей Жданов, Новости ОТС. С начала декабря стартует декада инвалидов. В этом году в центрах занятости особое внимание уделяют трудоустройству, бытовой адаптации и обучению маломобильных граждан вождению. Кроме того, совместно с Министерством спорта реализуют новый проект. Министерство труда и социального развития реализует проект адаптационной физкультуры. Все наши учреждения по приказу Министерства вошли в этот проект. Его задача на более профессиональном уровне – подобрать программы, подобрать специалистов для того, чтобы обеспечить людям, у которых есть желание, заниматься не просто реабилитацией медицинской, а физкультурой, вплоть до элементов спорта. Декада, приуроченная к Международному дню инвалидов, традиционно пройдет с 1 декабря. Мало мобильных граждан ждет около тысячи мероприятий – консультации врачей, спартакиада, выставки, тематические встречи, концерты и мастер-классы. Подробнее с планом можно ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска. Депутаты от партии «Новые люди» предложили Минздраву создать мониторинговую рабочую группу по пилотному проекту онлайн-продажи рецептурных лекарств. Возможность продавать не рецептурные лекарства появилась у российских аптек весной 2020 года во время пандемии. За прошлый год в российских онлайн-аптеках оформлен 101 миллион заказов на сумму 168 миллиардов рублей. Рынок вырос на треть. По мнению депутатов партии, дистанционная продажа лекарств удобна. Поэтому ей пользуются жители крупных городов, которые привыкли заказывать все онлайн. Но особенно это нужно людям из малых городов и сел. Зачастую в их населенных пунктах нет аптек, а если есть, то там очень маленький ассортимент. Им доставка лекарств просто необходима. Через несколько минут в Новосибирске стартует старейшая ежегодная театральная премия «Порадис». Одна из самых престижных в России. Мой коллега Алексей Кудинов прямо сейчас на мероприятии и расскажет подробнее. Леш, привет. Тебе слово. Добрый вечер, Светлана. Ну вот буквально несколько минут осталось до начала церемонии вручения премий «Порадис». Уже собрались почти все гости, номинанты. Это одна из старейших театральных наград вообще в стране. В 80-х начали вручать еще тогда безымянные призы лучшим постановкам, лучшим артистам театрального сезона. В начале 90-х появилось название «Порадиса», затем вот такое даже символ «Яблочко». Вот такие дипломы получат лауреаты в этом году. Будут и статуэтки, которые вручат лучшим спектаклем. Что такое премия «Порадис»? Ну это вот наш маленький новосибирский «Оскар» или «Золотая маска». Есть эксперты, члены жюри, в основном из Новосибирска. Они отсматривали спектакли, которые театры выдвинули, лучшие спектакли прошлого сезона. Всего в конкурсе участвовали 12 как государственных, так и частных театров. И 25 постановок — это и балеты, мюзиклы, оперы, драматические спектакли, спектакли для детей и так далее. И вот долго совещали члены жюри и решали, кто же достоин звания лучшего. Например, артиста прошлого сезона, или лучшая актриса, или какой спектакль был самым-самым замечательным. Буквально через несколько минут будут объявлены первые имена, хранят в тайне организаторы, кто же победил. Если нашей публике интересно узнать, кто же, например, из их кумиров лучший артист Новосибирска прошлого сезона, можно будет сейчас после выпуска новостей включить прямую трансляцию, которую осуществляет телеканал ОТС на нашем YouTube-канале. Ну или посмотреть через несколько дней в записи церемонию вручения премии «Парадис» 32-ю церемонию, которую, напомню, будет транслировать телеканал ОТС. Алексей, спасибо. Напомню, наша съемочная группа сейчас следит за ходом престижной театральной премии «Парадис», ну а мы переходим к другим темам. Со времен Киевской Руси по сегодняшний день в Новосибирске открыли историческую выставку в рамках федерального проекта «Украина на переломах эпох». Основываясь исключительно на фактах, экспозиция рассказывает о возникновении украинской государственности, а также причинно-следственных связях между событиями в разные годы и возрождением нацистской идеологии в современной Украине. Чтобы лучше понять настоящее, надо обратиться к истории. Так считают и авторы, и гости выставки «Украина на переломах эпох». Создатели экспозиции собрали важнейшие события, произошедшие более чем за тысячу лет, и рассказали о поворотных моментах развития отношений русского и украинского народов. Нас пытаются разделить, нам пытаются рассказать, что это нет, это не наша общая история. Придумывают самые дикие, странные версии. Самый лучший ответ – это беспристрастные, сухие, объективные факты, исторические документы. Все, что сегодня здесь будет представлено на этой выставке, я уверен, что оно будет очень востребовано посетителям. Авторы проекта уверены, стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, по сути, между частями одного исторического и духовного пространства – большая общая трагедия. В том числе, это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства нашего народа. Эта выставка будет говорить о правде, о той правде, которая есть, и о которой, к сожалению, пытаются нас заставить забыть. Эта выставка как бы выступает щитом против той лжи, которая изливается на нас с запада. Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками в экспозиции представлены карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании выставки использованы современные мультимедийные технологии, проекции, кинекты, интерактивные панели. Новосибирская область стала вторым регионом, в котором проходит выставка «Украина на переломах эпох». К нам она приехала из Москвы. Вход свободный. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Фестиваль «Царица песня» стартовал в областном центре. В течение полутора недели в Новосибирске и нескольких районах области пройдут концерты известных исполнителей и вокальных коллективов из России и ближнего зарубежья. Базовый коллектив фестиваля – сибирский русский народный хор. На церемонии открытия исполнил небольшое попури из русских песен разных жанров. А затем на сцену вышел Денис Майданов. Один из самых востребованных российских певцов подготовил совместную программу с сибирским хором. Многие хиты прозвучали в непривычной для публики манере. Вслед за Денисом Майдановым на фестивале выступили Игорь Саруханов и солист-песняров Анатолий Кашипаров. Среди гостей в этом году забайкальские казаки, группа «Голубые береты», «Виаучку-дук» и другие коллективы. Закроет фестиваль сибирский хор совместной программой с певицей Варварой. Народный голос, он вообще очень многогранен. Он может исполнять как народный репертуар, так и эстрадный репертуар. И академические песни мы можем исполнять. И песни на разных языках. И так как сегодняшний фестиваль, он ведь тоже очень отображает, почему царится песня. Потому что песня, она очень многогранна. И песня с нами проходит по всю нашу жизнь. То есть мы рождаемся и по жизни мы идем с песней. Мы выражаем свои чувства, свои эмоции. За океаном фильм у нас спектакль. В театре «Красный факел» представили первую премьеру сезона. Режиссер Алексей Слюсарчук поставил пьесу французского драматурга и кинорежиссера Флориана Зилера. Сын спектакля о борьбе с жизнью и борьбе за жизнь посмотрел Алексей Кудинов. Все будет хорошо, я это. Все будет хорошо, разберись, чего ты хочешь, остановись, успокойся. Эти фразы заклинания можно услышать во время семейных конфликтов. Но часто ли те, кому адресованы эти указания, сразу останавливаются и успокаиваются? Нет, конечно. Тогда зачем мы говорим все это? В отношениях в семье с ближними людьми мы пытаемся на них воздействовать словом. Не понимая, почему наше слово не достигает никакой цели. А оно не достигает. Эта пьеса, все три пьесы, они, собственно, о том, что близкие люди говорят друг другу слова, которые не достигают цели. Ну, это какие-то неправильные слова. Сын пьеса французского драматурга Флориана Зилера. Последняя часть трилогии, в которой также есть пьесы «Мама» и «Отец». Их часто ставят в театрах России. Отца экранизировал сам Зилер. Фильм с Энтони Хопкинсом несколько лет назад взял два «Оскара». А пьеса «Сын» была менее известна. Зилер также перенес ее на киноэкран. Фильм вышел в прокат за океаном практически одновременно с премьерой спектакля в «Красном факеле». Артисты говорят, что им повезло. Времени на разбор пьесы и репетиции было гораздо больше, чем обычно. Мы как-то проживали, пытались на свой личный опыт перенести судьбу персонажей, которых написал французский драматург, которого мы в глаза не видели и вряд ли когда-то увидим. Но мы попытались как-то приблизиться к этому. Метод режиссерский был таков, что мы должны были что-то вытащить из себя, внутри какой-то свой жизненный опыт, психологический опыт. Я пропустила три недели вот этих разговоров. И мне было поначалу очень сложно влиться. И я где-то там, не знаю, бесилась внутри себя, не понимала. Мне казалось, что я какая-то бездарная артистка, потому что я не понимаю. А потом в процессе я уже поняла, что это вот такой нет, это все, я поняла. Как и режиссер с артистами, герои спектакля пытаются поговорить друг с другом, высказать всю накопившуюся боль, обсудить будущее. Сюжет сына кажется простым. Мужчина ушел из семьи к молодой девушке. Сын подросток чувствует себя брошенным, теряет вкус к жизни и пытается сообщить об этом близким. Но сама задача достучаться до этого самого близкого трудновыполнима. Алексей Кудинов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова